Две «Лады» не поделили перекрёсток улиц Карагандинская и Ударная накануне вечером. По предварительной версии, водитель «Лады» 12-й модели не уступил дорогу водителю «Лады» 13-й модели. После чего последнюю отбросила прямо в столб. С участниками аварии поговорила Елена Веселова. Я в Асимове позже живу, здесь бабушка, вот от бабушки ехал. Айнур Мазитов, водитель «Лады», рассказал, что приезжал в гости к бабушке. Напогостив, спокойно уехать домой, говорит, не получилось. На пересечении улиц Ударная и Карагандинская ехал по главной дороге. И вдруг почувствовал сильный удар справа в заднее колесо своего автомобиля. Я вот так поезжаю, он меня задевает в колесо заднее, там колесо, бампер, что-то. И вот, и всё, ну да, древненький был, и получается, вот прилетел в столб. И только после второго столкновения, когда вышел из машины, понял причину всего произошедшего. На перекрёстке в него врезалась «Лада» 12-й модели. В результате столкновения, говорит, ударился ногой, но вызывать бригаду медиков не стал. Не пострадали никак? Нормально себя чувствуете? Да, что-то ногой только маленько ударился. А, только и так? Да я пристёгнут был, ничего вроде такого. Свою вину водитель «Лады» 12-й модели отрицать не стал. Говорит, да, не пропустил и сам виноват. Однако отметил, что этому также поспособствовало ограничение видимости на дороге. Вы же не заметили, что ли, получается, машину эту? Нет, не заметил. Не заметили? Да, из-за кустов, из-за этого, там ничего не видно было. А там пустые есть? Да, вон дерево стоит. Сейчас произошедшим предстоит разобраться инспекторам ГИБДД. Оплачивать восстановление «Лады» 13-й модели будет страховая компания виновника. Елена Веселова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.